Изделия из птичьих шкурок в основном изготавливают негидальские мастера. Живут они в районе Полины Осипенко, пожалуй, единственное такое национальное село Владимировка. То, что когда-то было частью быта, сейчас ценные экспонаты. Их стоимость сотни тысяч рублей. Национальные мастера владели самыми сложными техниками декорирования, например, инкрустации мехом. Из основного поля, вот такого коричневого, вырезается изображение, а затем аналогичное из шкурки другого цвета вшивается. То есть это не наложено, это не аппликация, а именно инкрустация. Очень сложная техника, чтобы передать все эти изгибы и острые углы. В 20 веке народные умельцы в своих работах учитывали социалистическую повестку, умело вплетая ее в традиционные узоры. Это ковры знаменитой художницы нанайской Майлы Актанка. Знаменита она тем, что в 1937 году она представляла культуру Преаморья на международной выставке в Париже. Кроме того, она первая стала вводить в традиционный нанайский орнамент советскую символику. Технологий декорирования текстильных ковров у коренных народов большое количество. Чаще всего они использовали аппликацию с вышивкой по силуэту, а также мозаику. Навыки шитья у женщин коренных малочисленных народов сохранялись на генетическом уровне. А вот то, как они в своих работах сочетали цвета, как придумывали и искусно вышивали разные рисунки, чтобы все это выглядело эстетично, этому их во многом мучила сама природа. Ее созерцание и выработало у мастериц такой совершенный вкус. На выставке представлено около 70 изделий. Это текстиль, мех, а также экспонаты из рыбьей кожи. Приоритетом государственной национальной политики является сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов России. И уверен, что кто придет, получит большое удовольствие от увиденного. Выставка продлится до 10 января. После этого ковры отправятся в Комсомольск, на Амуре и в Южно-Сахалинск.